Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. При освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа благодать вам и мир да умножится. Толкование. Сказал пришельцам или потому что они рассеяны или потому что все живущие по Боге называются пришельцами на земле. Как например говорит Давид. Ибо странник я у тебя и пришлец как и все отцы мои. Псалом 38.13 стих. Имя пришельца не то же что имя пришлого. Последнее означает пришедшего из чужой страны и даже нечто более несовершенное. По предведению Бога. Сими словами апостол хочет показать что он за исключением времени ничем не ниже пророков которые и сами были посланы. А что и пророки посланы. Об этом говорит Исайя. Благовествовать нищем послал меня. Пророк Исайя 61.1. Но если он ниже по времени. То не ниже по предведению Бога. В этом отношении он обявляет себя равным Иеремии который прежде образования в очреве был познан и освящен и назначен пророком для народов. Читаем Иеремия 1.5. Сейчас откроем. Прежде нежели я образовал тебя в очреве я познал тебя и прежде нежели ты вышел из-за трубы я осветил тебя пророком для народов поставил тебя. И как пророки вместе с прочими предвозвещали пришествие Христова ибо для сего они были посылаемы. То объясняет служение апостольства и говорит. Я при освящении от духа послан к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Объясняет то что дело его апостольства состоит в том чтобы отделять. Ибо это означает слово освящение. Например в словах ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Второзаконие 14.2. То есть отделенный от прочих народов. Итак делая его апостольства посредством дарований духовных отделять народы покорные кресту и страданиям Иисуса Христа окропляемые не пеплом тельца когда нужно очищать осквернение от общения с язычниками но кровью от страданий Иисуса Христа. Словом кровью одновременно предсказывает мучение за Христа верующих в Него. Ибо кто с покорностью ведет по следам мучителя тот без сомнения сам не откажется пролить собственную кровь за того кто пролил свою за весь мир. Благодать потому что мы спасаемся даром не принося ничего от себя. Мир потому что оскорбив владыку мы были в ряду врагов его. Вот так начинается первое послание Петра. Прочли толкование. Я не знаю мне понятно все. Есть вопросы? Дополнение, замечание. Читаем дальше. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Толкование. Благословляет Бога благодаря Его за все те блага которые Он подает. Что же подает Он? Упование. Но не то какое было через Моисея о поселении в земле Ханаанской и которое было смертно. А упование живое. Упование живому сказано. Откуда оно имеет жизнь? От воскресения Иисуса Христа из мертвых. Ибо Он как Сам воскрес, так и приходящим к Нему через веру в Него дает тоже силу воскреснуть. Итак, дар есть упование живое, нетленное наследство, ни на земле отложенное, как например отцам, но на небесах, отчего имеет свойство вечности, чем и преимуществует преднаследством земли. При этом упование еще дар сохранения и соблюдения верных. Потому что Господь и об этом молился, когда сказал, Отче Святый, соблюди их. Евангелие Теана, 17 глава, 11 стих. Далее. Силой. Какая же это сила до явления Господня? Это вот мы в пятом стихе будем читать немножко. Толкование не совсем сильно разделилось. Ибо если бы соблюдение не было сильно, то не простелось бы до такого предела. А когда столько и таких даров, то принимающим их, естественно, радоваться. Пятый стих читаем. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Толкование. Если наследство на небесах, то открытие тысячелетнего царства на земле ложь. Сергей, на экране у меня ничего не показывается. Показывает у нас? Не знаю. Ну, может быть, вы не в ту группу зашли. Все видно, говорят. Вот до этого было видно, а потом раз и все. Сейчас что видите на экране? Огонь был. Вы, возможно, включили входящее видео. Может быть, не в ту группу нажали. Перезайдите в звонок. Советуют вам. Я, правда, не знаю, как это. Выйти из звонка и вновь зайти, наверное. Да, Сергей? Да, советуют трубку подключить и снова подключиться. Так, попробуйте. И тогда будет все видно на экране. Да, все видно. Так, вопросы по прочитанному, может быть, дополнения. Ну, что, на что здесь обратить внимание? Что если, видите, написано, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. То есть, я вот, когда беседовал с людьми, я говорю, вы верите, что Христос воскрес? Да. Ну, на Пасху же всегда говорят, Христос воскрес. А что вы воскресните, верите? И вот, в ряде случаев молчат люди, то есть, неверие показывает. Что Христос воскрес, верит. А что Он воскреснет, не верит. Умер, умер, все, лопух на могиле, и больше ничего нет. А здесь нам Писание четко и явно говорит, что Петр, вот, он благословляет Бога и Отца по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. То есть, мы были мертвы, сын был мертв, пропадал и нашелся. Притча о блудном сыне, вспоминаю. Вот, Он воскресил, здесь вот, тут тоже замечание, то есть, хранящемуся на небесах, то есть, это наследство, оно будет на небесах, то есть, царство небесное. Тысячелетнее, о котором говорится в книге Откровения, о котором сектанты говорят, что оно будет на земле, нет. Вот еще одно доказательство, что оно будет на небесах. А тысячелетнее царство Христа на земле, оно уже идет, то есть, тысячелетнее, оно многолетнее, значит. Оно началось на Голгофе, когда царство дьявола было разрушено, смертью смерть попрал, то есть, победил смертью, все, дьявол сокрушен. А многие скажут, такого, смотрите, сколько зла в мире, зла-то в мире, но оно это зло никак на христианина не влияет. Он праведник, он живет, и зло его не касается, его невозможно злом никак. Что бы ни случилось для верующего, все благо, как вот в книге Ио, сколько у него бедствий было, он за все Бога благодарил. Так и для нас верующему, все содействует ко благу, болезнь ли, смерть ли близких, все содействует ко благу, ибо Отец нас любит Небесный, и ему лучше виднее, что для нас нужно. Ребенок, он маленький, не понимает, что ему полезно, но он шоколадки, а взрослый понимает, что если много шоколадок, зубы сгниют и выпадут. Он и не дает, так и мы иногда у Бога просим чего-нибудь, а не дает, потому что нам не на пользу. И то, что хотят люди построить рай на земле, царство небесное на земле, отвечайте, оно уже есть. Царство небесное внутрь вас есть, если его внутри вас нету, нету мира с Богом, здесь и сейчас, то строить его не надо. Это обман, вот коммунисты, обман, мы построим светлое будущее. Сколько людей угробили ради этого светлого будущего? А зачем, спрашиваются. А знали бы Писание, читали бы Библию, не верили бы этим лжецам. Как Ленин говорил, одну десятую часть человечества, даже девять, по-моему, десятых он говорил, расстреляем. Ну а одна десятая войдет вот в это вот, в коммунизм, так мы называем, в рай на земле. Вранье, нету коммунизма, ничего. И не будет никогда, и не верьте. И антихрист будет обольщать. Не верьте. Первая Петра, первая глава, шестой, седьмой стих. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Толкование. Как учитель в обещании своем объявляет не одну радость, но и скорбь, говоря, в мире будете иметь скорбь, Евангелие от Иоанна 16.33, так и апостол к слову о радости прибавил, поскорбев. Радуйтесь, поскорбев теперь немного. Но как и это прискорбно, то присовокупляет теперь. И это согласно своим предводителям. Ибо и он, все это с большой буквы, о Боге ведь, говорит, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Как такое может быть? Это вот в Евангелии от Иоанна 16.20 сказано. Или слово теперь должно быть отнесено к радости, поскольку ее сменит будущая радость не кратковременная, но продолжительная и бесконечная. А поскольку речь об искушениях производит смущение, то апостол указывает цель искушений, потому что через них опытность ваша становится очевиднейшую и драгоценнейшую золото, как и золото, испытываемое огнем, дороже ценится людьми. Прибавляет, если нужно. Вот, поскорбев теперь немного. Если нужно, что же это такое, если нужно, а если не нужно? Научаясь, что не всякий верный, не всякий грешный испытывается скорбями. Да, и действительно. И ни тот, ни другой не оставляется в них навсегда в этих испытаниях. Праведники и в скорбях. Праведники скорбящие страдают для получения венцов, а грешники в наказание за грехи. Не все праведники испытывают скорби, чтобы ты не почел злобу похвальной и не возненавидел добродетель. А то смотришь, вот праведники, вот у них скорби, все их гонения, все злодеи, вон как живут. Не всегда такое бывает. И праведники здесь бывают, что скорби не испытывают. А злодеи наказываются на земле. А бывает наоборот. И не все грешники испытывают скорби для того, чтобы не подверглась сомнению истина воскресения. То есть, если в этой жизни грешник никак не наказывается, то это говорит о том, что будет воскресение. И по воскресению он будет, несомненно, наказан. Ибо Бог справедлив. Притча о благочерии и лазере. Лазарь претерпел много на земле, теперь он утешается. А ты, богач, страдаешь. Вот и Петр пишет, чтобы радовались люди. То есть, скорби эти будут немногочисленные. И будете иметь скорбь. Дней десять написано. Потом обречетесь с силой свыше. Пойдете, будете мне свидетелями. И вот чем больше испытаний, искушений, тем человек опытнее. И он больше ценен. У него опыт жизненный. Почему за советом идут к людям престарелым. У них опыт жизненный. Они много испытаний в этой жизни им пришлось перенести. И вот так же в другом месте написано. Огненного искушения не чуждайтесь. И еще утешение. Господь не может сверх сил послать вам искушения, чтобы вы не могли перенести. Все по силам. А многие вроде не выдержали искушения, испытания. Уклонились от веры. А это свободная воля человека. Могли бы не уклониться. То есть, Бог по силам давал, а человек сам поддался. Мог бы выдержать. Первое Петра, первое послание, восьмой-девятой стихи. Которого не видев, то есть, о Иисусе Христе идет речь. Любите. И которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизвеченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. Толкование. Этими словами апостол указывает причину, почему праведники здесь претерпевают зло, и частью утешает их тем, что они через скорби становятся славнее, частью ободряет их прибавлением в явлении Иисуса Христа, что именно тогда-то он, через обнаружение трудов, доставит подвижникам великую славу. Присовокупляет он и нечто иное, увлекающее перенесению скорбей. Что же такое следующее, которого не видев любите? Если, говорит, не видев его, телесными глазами любите его по одному слуху, то какую почувствуете любовь, когда увидите его и при том являющегося славе? Если так привязали вас к нему страдания его, то какую привязанность должно произвести на вас явление его в невыносимом блеске, когда и вам в награду подастся спасение души? Если же вы имеете явиться пред Ним и удостоиться такой славы, то ныне покажите соответственное ей терпение и вполне достигнете предположительной цели. Когда это читаешь, сразу параллельное место всплывает, что кто захочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее, тот сбережет для жизни вечной. Вот и здесь. Говорится о том, что временные скорби претерпев, получим, если будете в вере до конца, если действительно претерпите, то слава будет великая. И Господь страдал, и был оплеван, и был позорной смерти подвергнут. Но однако же, написано, вознесся во славе, и теперь своими страданиями он привлек миллионы последователей христиан. Ну и толкователь нам говорит, что если мы его любим за то, что он пострадал за нас, за то, что взял грехи наши, то когда его телесными глазами увидим, то есть по воскресенье, то еще в славе, как же мы будем ликовать. Далее Петр пишет в 10 стихе. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Толкование. Поскольку апостол упомянул о спасении души, а оно неизвестно и странно для слуха, то свидетельствуется пророками, которые изыскывали и исследовали о нем. Они изыскивали будущее, как, например, Даниил, которого являвшийся ему ангел назвал за это мужем желаний. Даниила 10.11. Давайте откроем. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Они исследовали то, на которое и на какое время указывал сущий в них дух. Дух святой, с большой буквы. На которое, то есть время исполнения, на какое, то есть когда иудеи через различные плены дойдут до совершенного богопочтения и сделаются способны к принятию таинства Христова. Примечай, что, назвав Духа Христовым, апостол исповедует Христа Богом. Дух же сей указывал на страдания Христовы, говоря через Исаию, как овца введен был он на заклане. Порок Исаии 53.7 И через Иеремию положим ядовитое дерево в пищу его. 11 глава, 19 стих. А на воскресенье указывал через Осию, сказавшего, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем его. Прокосия 6 глава, 3 стих. Им, говорит апостол, открыто было не для них самих, а для нас. Этими словами апостол совершает двоякое дело. Доказывает и предвидение пророков, и то, что призванные ныне к вере Христовой известны были Богу прежде сотворения мира. Словом о предвидении пророков он внушает им, чтобы они с верой принимали предвозвещенное им пророками, потому что и дети благоразумные не пренебрегают трудами отцов. Если пророки, не имевшие ничем воспользоваться, изыскали, исследовали, и нашедшие заключили то в книге и передали нам как наследство, то мы были бы несправедливы, если бы стали относиться к трудам их презрительно. Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте и благовестия наше не оставляйте тщетным. Такой урок из предвидения пророков. А тем, что верующие, предузнанным Богом, апостол устрашает, чтобы они не показали себя недостойными предузнания Божия и звания от Него, но друг друга побуждали бы к тому, чтобы сделаться достойными дара Божия. На слова Ферфилакта мы возвещаем, вы не пренебрегайте, благовестия наше не оставляйте тщетным. Гнать Тихонич дает комментарий о необходимости проповеди Слова Божия. Предпринятый нами труд по изданию Нового Завета по лучшим толкованиям святых отцов с небольшими нашими комментариями на места толкования, касающиеся проповеди, это дело весьма непростое и небезопасное. Мы заранее знаем, как патриоты православия будут поносить нас и обклеивать различными ярлыками сектанты, баптисты, псевдоправославные, раскольники, самочинники. Бог даст сил, мы все это перетерпим. Но, дорогие наши читатели, православные и неправославные, не судите наши намерения, с какой целью мы издаем эти книги. Наши читатели, мы не знаем вас, но мы любим вас. Но более всего вас любит Господь. И очень сильно любили и любят вас святые мужи веры, истолковавшие священное писание. Мы хотим, чтобы эта любовь была открыта вам и понятна. Чтобы и мы, и вы спаслись, и в вечности все были со Христом. Никакой иной цели издания этого трехтомника у нас не было. Ни опорочить праведных, ни возвысить грешных, ни показать себя. Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте, и благовестие наше не оставляйте тщетным. Опять цитируется блаженный феофилакт Болгарский. Вопросы? Петр говорит, что пророки уже все это исследовали, предсказали, что будет назначена вам благодать. Какая благодать? Дальше мы узнаем. У меня есть вопрос. Почему пророк Даниил назван мужем Желаний? У каждого пророка есть свое имя, как его рекли в народе. А почему он так назван? Назвы. Ну, кто знает ответ? Я ответ знаю, вы так все вас просите. Вы знаете ответ? Меня хотите спросить? Или вопрос к кому? Ко мне конкретно? Или ко всем? Почему пророк Даниил назван мужем Желаний? Да. Я не знаю. А почему пророк Исаия назван Верхозаветним Евангелистом? Почему Иоанн Христитель назван Ангелом Христовым? Ну, знаешь, расскажи. Интересно. Потому что там же Ангел сказал, молитва Твоя услышана. Он пребывал в хвосте и в молитве на коленях. Он молился за свой народ, чтобы Господь избавил его от вавилонского пленения. Чтобы Господь выбил еврейский народ из плена. То есть, он пророк и ратайствовал пред Богом за свой народ. Поэтому надо мужем Желаний. То есть, несмотря на греки и иудеев, Бог все равно их вывел из пленения. Благодаря молитвам пророка. А кто чем? У нас русские монахи молятся за Россию, да? За весь мир они молятся, да? Ну, почему у них нету такого имени, мужем Желаний своей страны, чтобы Бог освободил Россию от пленения грехов? А чье желание муж Желаний? Почему муж Желаний, а не жена Желаний? Потому что он желал не возмездия своему народу, а именно освобождения от пленения народа. Порок Даниил. Да, желание его исполнил Господь и пришел ему ангел и сказал ему, что ты можешь желание услышать молитву от двоя. Там же это конкретно можете прочитать этот 10-11 стих, там вниз же дается ответ. ТОР ТОР То есть... Еще вопросы? Так, а второй вопрос, почему... Третий вопрос про Иоанна Красителя, почему он назван ангелом? Или как? Почему? Классом выпьющего в пустыне? Нет, это я к примеру привела. То есть у каждого пророка есть свое название. У пророка Самуила первый и последний судья Израиля. Исаия – это заветный евангелист. Иоанн – ангел в облоте. У каждого почему он так назван у пророков? Это не надо мимо проходить. Так же и апостолы тоже. Почему апостол Павел? Он отвоевал для нас свою работу, язычников. То есть ты сказала, что мужем желание назвал, потому что он желал освободить свой народ, Даниил, пророк Даниил, от чего? От египетского рабства? От Вавилонского. Там же он был пленением в Вавилоне. В Вавилоне. А почему они были пленением в Вавилоне? Потому что они грешили. Господь их что предал? Предал в руки язычников. Вот почему вокруг христианских православных государств, которые называются католики, православные, там, почему вокруг них есть люди, допустим, мусульмане, иудеи, буддисты? Вот почему Господь держит вот эти вот народы рядом? Потому что бишь Господня. Все правильно, когда христиане уже забывают Бога, поклоняются другим богам, и поэтому они, Господь держит этих народов, и когда чаша гнева Божия приполняется, тогда Господь и возбуждает эти народы, христиан, чтобы они покаялись. Возвали Господу, потому что человека даже как хорошо, уже во грехах, как говорится, костенеет, ему Бог не нужен. А вот когда смерть, вот это, страх смерти, он переполняет все, и тогда человек, он просто в немощи, он взывает к Богу, спаси нас, Господи. А если бы они в Вавилонском пленении были сто лет? Три вотрока плечи, они же все, они же стояли над Вавилоном, сам Балкасар их поставил. И сам царь принес покаяние. Потом другой сын этого царя, что он делал? Нечестивец тоже. Но Давид при всех этих царях был, никто его не убил. И только царь Кир, помазанник, освободил их из плена. Как говорится, в Христос маленькой буквы. Идем дальше. 11-12 стихи. Исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозрещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано нам в благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Толкование. Если и апостолы, и пророки действовали Духом Святым, возвещая одни пророчества, а другие Евангелия, то очевидно между ними нет никакой разности. Итак. Вы должны, говорит апостол, иметь к нам такое же внимание, какое имели к пророкам современники их, чтобы не подвергнуться наказанию, постигшему непокорных пророкам. Нужно заметить и то, что в этих словах апостол Петр открывает Таинство Троицы. Когда он сказал Дух Христов, то оказал на Сына и Духа. А на Отца указал он, когда сказал с неба. Ибо слово с неба должно понимать не о месте, а преимущественно о Боге, посылающем в мир Сына и Духа. Здесь предлагается увещание, выводимое из высокого достоинства предмета. Изыскания пророков о нашем спасении служили нам. А дело нашего спасения, как чудно, что оно стало вожделенно и для ангелов. А что наше спасение ангелам приятно, видно из той радости, какой они выразили при Рождестве Христовом. Они пели тогда «Слава Вышних Богу» В.К. 2.14. Сказав об этом, апостол приводит причину сего и говорит. Так как это спасение наше любезно для всех, не только для людей, но и для ангелов, то и вы не отнеситесь к нему с небрежением, но сосредоточьтесь и мужайтесь. На это указывают слова «припоясав чресла» стих 13, что Бог повелевал сделать и Иову. 38 глава 3 стих и 40-2. «Какие чресла ума вашего» говорит далее апостол. «Приготовьтесь таким образом, бодрствуйте и совершенно надейтесь на предстоящую вам радость, радость во второе пришествие Господа, о которой Он говорил немного прежде». Стих 7. Да, удивительно, что ангелы радуются о спасении душ человеческих. Т.е. нам проповедано был Духом Святым, а ангелы, они только желали проникнуть. Они не знали это тайное воплощение до определенного времени. Когда пророки предвозвещали, а ангелы не... Ну, архангел же говорил, там написано, что он в песне Божьих тайн. Значит, не всем ангелам было открыто воплощение. 13-16 стихи. «Посему, возлюбленные, припоясав через слава ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». С образованием апостол называет увлечение настоящими обстоятельствами. «Ибо и ныне некоторые безумцы говорят, что нужно приноравливаться к обстоятельствам. Но поскольку отдавать себя волю обстоятельств легкомысленно, то апостол заповедует, чтобы они в ведении или в неведении придерживались этого доселе, но отныне сообразовались с призвавшим их, которые воистину свят, и сами делались святыми, призывают к святости, но и говорит, что не сообразуйтесь с прежними похотями. До принятия Христа у нас были вот эти вот похоти, они были в неведении нашем. Похоти зловредные, порочные. Они еще называются страсти такие. Есть грехи, есть пороки, страсти. И с ними сообразоваться не нужно, нужно отрезать все, что было у трассы и навсегда. Да, они были в неведении, мы не знали ни Евангелия, ни Христа, поэтому поступали плохо. И вот написано, будьте святы, потому что я свят. А как же написано, един свят, един Господь, то есть все согрешили. То есть будьте святы, это пожелание, то есть мы должны стремиться к святости. Ну а святые еще выше читали, что это отделенные, и Господь отделяет. Святой народ христиан от язычников отделяет. Они по-другому жить должны христиане. Вот такое местописание вспомнило сейчас. Хочется зачитать. Там есть слова, но омылись. Это в первом указе, в послании Коринфянам апостол Павел пишет в шестой главе. «Или не знаете, что неправедные Царствия Божия не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас». То есть он христианам пишет, что да, был он пьяница, был блудник, мужеложник даже. Не все, но некоторые. Дальше точка с запятой. «Но омылись, но осветились, то есть отделились от этих вышеперечисленных, другие стали. Далее. «Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть если вышеперечисленные Царствие Божие не наследуют, а мы были такими, чем мы оправдывали? С именем Господа Иисуса Христа. То есть он умер за эти все грехи перечисленные. А поверье нашей в него Бог, Отец, прощает нам эти грехи. И дальше оправдывается. То есть Духом Бога нашего теперь Дух Святой в нас вселяется и мы уже не можем вот эти вот все дела делать. Мы омылись. И как пес возвращается на свою блевотину, как омыта, вымытая свинья идет обратно в грязь, валя со своей грязи. Так и человек, принявший крещение, и опять начинающий крещить. Это сравнивается с псом и со свиньей этот человек. Все, Господь нас избрал, отделил, омыл. И мы пообещали. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Если мы грешим, мы бессовестно поступаем. То есть совесть свою заглушаем, сами осознанно. Становимся вот этими псами, свиньями, которые в грязи валяются. Апостол Павел таких людей называл сынами противления, а детьми нам Божьими называются те, которые противодимы Духом Святым. Как в послании Колосина пишется. Да, но он, по-моему, сатана, он так и переводится, противник. Противится всегда. Плоть противится Духу. Да, против. Цены противления это вы можете называть тем, которые люди не хотят покаяться и живут во грехах, не хотят обратиться к Богу от грехов. Поэтому они называются вот Плоть Противления в них. Цены Противления. То есть они сегодня дьяволы, служители Богу дьяволу. Да. Исполняют Голю дьявол. Да. Господь до мной же говорил книжникам фарисеям ваш отец дьявол, ибо вы хотите исполнять пухоти отца вашего дьявола он был человекоубийцей и ложец от начала. Человекоубийцей. Идем дальше. Идем. 17-19 стихи. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Толкование. Писание различает двоякий страх. Один первоначальный, другой совершенный. страх первоначальный, он же и основной, состоит в том, что кто-нибудь обращается к честной жизни из боязни ответственности за свои дела. А совершенный страх в том, когда кто для совершенства любви к другу, для ревности к любимому, боится, чтобы не остаться перед ним в долгу ничем, что требуется сильной любовью. Пример первого, то есть первоначального страха находится в словах Псалмах. Да боится Господа вся земля. Псалм 32, 8. То есть те, которые нисколько не заботятся о небесном, а только суетятся о земном. Ибо что им придется претерпеть, когда Господь воссияет сокрушить землю. Исайя 2, 19, 21. Пример второго страха, то есть совершенного страха, можно находить также у Давида, например, в следующих словах. Бойтесь Господа все святы его, ибо нет скудости боящимся его. Псалм 33, 10. И еще в словах страх Господень чист пребывает вовеку. Псалм 18, 10. В таком совершенном страхе жить убеждает апостол Петр тех, которые слушают его и говорит, по неизреченному милосердию создателя Бога вы приняты в число детей его. Посему всегда пусть с вами будет этот страх, так как вы стали такими по любви Творца своего, а не по делам своим. Много доводов употребляет апостол при убеждении. Он убеждает во-первых, тем, что в нашем спасении принимают искреннее и живое участие ангелы. Во-вторых, изречениями Священного Писания. В-третьих, необходимостью, ибо кто называет Бога Отцом, тот, чтобы удержать за собой право усыновления, необходимо должен творить достойно этого Отца. И в-четвертых, тем, что они получили бесчисленные блага через внесенную за них цену, то есть кровь Христову, пролитую за грехи людей. Посему заповедует им все время жизни иметь спутником этот совершенный страх. Ибо люди, стремящиеся к совершенству, всегда боятся, чтобы не остаться без какого-нибудь совершенства. Христос сказал, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Ивангелие Таана 5.22 Но апостол Петр говорит теперь, что Отец судит. Как же это? На это отвечаем также словами Христа. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ивангелие Таана 5.19 И из этого же видно единосущая Святой Троица, совершенное в ней торжество и мирное и невозмутимое согласие. Отец судит, сказано безразлично, потому что все, что скажет кто-нибудь об одном из трех лиц должен относить вообще ко всем им. С другой стороны, поскольку Господь и апостолов называет детьми И расслабленному говорит чадо прощаются тебе грехи Марка 2.5 То нет никакой несообразности что и он называется отцом тех которых он возродил сообщив им святость. интересное толкование то есть если Христос называет апостолов детьми то для них он кто отец бог отец духовный отец это расслабленного говорит чадо лишний раз говорится о единосущей троице я все почему удивляюсь сектантам которых не вмещается они не могут понять как так категория людей есть такая что не дано бог закрыт может быть за грехи какие-то закрывает понимание святой троицы это вот троица еще я слышал толкование оно как солнце солнце оно уже одно одно но это одновременно и планета и тепло и свет также и троица это и отец и сын и дух святой дух святой от отца исходит как тепло от солнца исходит свет господь говорит я есть свет поэтому солнце оно не может планетам быть без солнечного света и без тепла всегда оно есть когда солнце тепло нет солнца холодно солнце светло поэтому отец без сына и без духа святого они не могут существовать и мы все вольверы называем троицы единосущные и нераздельные то есть это одна сущность хотя три ипостаси еще раз сравнение такое свет тепло и видимый диск также можно сравнить троицу по детски так скажем если кому-то объяснять вопросы вот о страхе говорить тут еще вот сектанты любят они вот любви станина совершенная любовь изгоняет страх бойся есть любовь теперь бояться не надо мы рабы мы дети дети не должны бояться у нас любовь совершенная если ты первоначального страха не испытал святые отцы учат начни сначала если ты не боялся гиенского пламени за свои грехи не устрашился ответственности за содеянные твои грехи как же отвечать вот страх этот не испытал то начни сначала ничего еще не не было потом уже совершенная любовь придет когда будешь не из-за страха наказания делать но из-за любви к Богу в знак благодарности что 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 за его пролитой крови это вот совершенная любовь на мой взгляд сэрми сэрми старается исполнять волю его. И она спрашивает меня, как понять, что Царствие Божие внутри меня сейчас есть? Ответьте ей. Игнатий Тихоновичу такой вопрос задавали, только не о Царстве Божьем, а о рождении свыше. О рожден или свыше? И он мне помнится отвечал, что если такой вопрос человек задает, то он еще и не рожден. То есть Царство Божье внутри вас есть, оно должно внутри вас быть, то есть руководимы, мы должны быть Духом Святым, то есть Дух Святой Царь Небесный. Мы молимся ему каждый раз перед началом занятия Царь Небесный. Приди и вселись в нас. Так а что он еще не вселился, раз мы молимся каждый раз? Да вселился, но вот так вот у нас и православное принято, чтобы мы вселился, то он вселился, руководить нами, но чтобы он не покинул нас. Потому что еще раз говорю, природа греховная, склонная ко греху, человеческая природа испорчена. И пока мы здесь на земле, у нас дьявол всегда будет склонять куда-то. Но если вот ты говоришь, что она молится, она верит, она старается исполнять. Вот у меня вот это слово старается исполнять, оно меня иногда немножко смущается. Какое-то прослеживается такое лукавство. Ты спрашиваешь у человека, а ты посты соблюдаешь? Стараюсь. Ты ответить прямо? Не соблюдаю. А в заповеди Божьей соблюдаешь? Стараюсь. Ну что значит стараюсь? Соблюдаешь или нет? Ну с одной стороны, конечно, который человек скажет, я соблюдаю все заповеди, он тоже, как написано, кто говорит, что он не согрешил, тот он лжет. Все мы согрешили. Согрешили когда-то, а сейчас-то уже после крещения мы совершенно по-другому должны к греху относиться. Мы должны его возненавидеть, этот грех. То есть он противен, это не наше свойство. Когда мысль какая-то греховная подходит, сделать какой-то зло, грех, то вот это вот царство небесное, царство Духа Святого, оно останавливает эту мысль и пересиливает. Ты понимаешь, что тобой руководит Царь Дух Святой Небесный, а не злой какой-то Дух. То есть ты не делаешь это зло, а напротив творишь добро. Ну как узнать, есть оно в тебе или нет. Если тебе грех неприятен, то значит есть. Если тебе приятен грех, значит нет еще. А что такое грех? А грех это то, что не по Писанию. А если человек любит Слово Божие, читает, и оно ложится на сердце, да, 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 то есть оно откликается в тебе, да, это правда, да, да, это истина. Ты его любишь и живешь по нему, и значит царство в тебе это есть, оно наступило уже. Как-то так. Спаси Христос, но я ответила по-другому. Я начала говорить о рождении свыше. Если была встреча со Христом, было покаяние. Если не было встреча со Христом, и толком еще человек не знает, погружен ли он или не погружен. Такие вопросы. Ну, я поняла, что встреча со Христом не было. В беседе. Ну, если человек такой вопрос, тот, кто встретился со Христом, он никогда не спросит у другого, а как ты думаешь, а я встретился со Христом или нет? Ну, опять же, а что такое встреча со Христом? Это все синонимы встреча со Христом. Царство Небесное внутри вас есть. Рождение свыше. Начинает быть в нас. Это что? Вот вы говорите, Царствие Божие внутри нас есть. С какого момента оно начинает быть внутри нас? Потому что я, естественно, посты соблюдаю, хожу в церковь и люблю заповеди Божьи, да? Люблю Слово Божие. Как я могу любить, если душа не познала Христа, а не встретила Христа? Ты же впереди говоришь, что я изучаю, люблю Слово Божие. Слово Божие Христос есть. Если она любит Слово Божие и исполняет, как Царство в Него не вселилось? Так я и говорю, если ты любишь Слово Божие, значит, оно внутри тебя есть. Потому что человек, который начинает спорить, что мне-то не нравится, а там Бог так говорит, а там так говорит, то это уже понятно, что оно не достигло. Нет, перед этим же ты сказала, что она любит Слово Божие, ходит в церковь и такой вопрос задает. На занятия ходит к нам. Ну, а не понимаешь, есть такие люди, притчи о сеятеле, которые слушают Слово Божие и веруют, но потом при различных искушениях они отпадают. Может быть, она к этой категории людей относится. То есть, она слушает, принимает, ну, а потом либо Сатана украдывает у нее это Слово, или там тернии, заводы жидейские, заглушают это Слово. Каменистое место это говорится. Поэтому тут... Ну, там именно в облаковании говорится, когда тебя начнут гнать за веру именно. Не то, что тебе там искушения какие-то, скорби, да, но еще когда будут начнут гнать за Слово Божие. И тогда человек все, он начинает отходить от Бога, то есть он не может это оттерпеть, как говорится, все устал, больше не могу. И все, и отходят потихоньку от Бога. Сергей Втушенко пишет. Человек остановился на первом этапе, отвергни себя. Отвергни себя, возьми крест свой, крест свой, то есть приготовься к крестным, поносным страданиям, что тебя будут гнать. И следуй за мною, за Христом. То есть отвергнуться, все вот эти прошлое, вот эту свою жизнь, прошлое, грехов, да, нужно отвергнуться. А если она говорит, а вот это мне нравится, а это не нравится, значит человек не отвергся себя. Человек, который отвергся себя, он водится Духом Святым. Дух Святой сказал, он исполнил, ему нравится это, он полюбил это. А что значит, а это я не буду, ну как. Это уже дьявол, это уже сыны противления. Ну я какое-то толкование читал, что мы одновременно можем склоняться то в одну сторону, то в другую. Быть сынами Божьими и сынами дьявола в какое-то время, когда мы согрешаем. Понимаешь? Мы стремимся к святости, но един Свят, един Господь Прекрешен, а мы все равно. Как бы мы ни старались, все равно дьявол нам подножку там или на, может поставить. Поэтому нужно хранить себя, хранить себя. А для этого нужно быть во всеоружии с борьбом сделанным. То есть иметь щит веры, Слово Божие, меч духовный. Толкование святых отцов, когда знаешь, тогда уже и с сектантами уже поговоришь, которые хотят тебя с пути истинного отбить. Убедить тебя, например, в том, что ты спасенный. Что ничего не надо делать. Главное верить. А как же ничего не надо делать-то? Вера без сил мертва. Да, ум свой, главное, отвергнуть. Само мнение. А я считаю, что вот так. А Слово Божие неправильно говорит. То есть все уже. Он не отверг себя. А когда по Слову Божию все ложится, ты принимаешь с радостью все, что в Библии говорится. Царство Божие наступило. А если не все принимаешь, значит, царство дьявола в тебе еще. То есть дьявол противится всему этому, всему слову. Почему вы не можете слышать Слов Моих, Христос говорит? Слово Мое не вмещается в вас. Почему? Потому что Слово Божие свыше, а они понимают то, что снизу на земле, земное блоское. Да. И вот такая еще есть категория людей. О них сказано, что тот, кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. То есть они для этой жизни, для земной надеются на Христа, что Он им поможет там. Ну, зарплата будет хорошая. Муж богатый, там, жена красавица, там, дети умницы, там, что там еще там. Дом большой за городом, яхта и пошло, 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 поехало. Они ходят в храм и молятся Богу, жертвуют это, деньги на это. И верят, что вот таким образом Бог им помогает. А Христос-то учит, что не собирайте себе сокровища на земле. Это моля, ржа, все, и воры все подкапывают и крадут. Да. Вот Сергей Тушенко пишет, Игнаин Тихонович хороший, живой пример. Прочел, пошел исполнять. У него ум готов к Слову Божию. Знаешь, ум готов к Слову Божию. А раз ум готов к Слову Божию, то это уже святой ум просветленный, то есть не загрязненный ничем, готов исполнять. Я как-то был у Свети Лиеговы, и мне запомнилось, я не понимал, что слово Дух, что такое Дух. Пар вдохнул Дух. Что такое Дух? Кто может объяснить синоним слова Дух? Я сегодня не в Духе. Да мы же это как-то разъясняли на задании. Он говорит, я сегодня не в Духе. Что это значит? Настроение плохое у человека. Значит, Дух это, по-моему, это вот умонастроение. Дух может меняться. То есть настроение может в течение дня у человека меняться несколько раз. Он может быть веселый, может ему загрустнуться, может печаль какая-то, тоска найти, может ликование, понимаете. Может злоба подкатить, обида, там, зависть, злость. То есть они Дух. Духи разные, злые и добрые есть Духи. А как отличить злого Духа от доброго? Ну, вот, надо. Библия, строительный ответ. Все по нему сверяйся. Игнать Тихоничу песню пишет, Виктор Савченко поет. Евангелие, вот строительный ответ. Потому что иногда мы думаем, что это добро, а на самом деле это зло. Думаем, что это зло, а на самом деле это добро. То есть не всегда можем различить. Вот, к примеру, допустим, голодного ребенка накормить это добро или зло? Ну, все 99,9% скажут, это, конечно, добро. Смотря сколько раз кормить и чем кормить? Вот, сколько раз и чем. Один раз голодного ребенка накормить. А если он голодный, он может один раз наесться и там сразу его в скорую ввести? Да, был случай, то есть ребенка прооперировал, и врач строго-настрого запретил его после операции кормить. А бабушка пришла в больницу, ну как, что он же голодный, он же просит, баба, я есть хочу. Ну на, внучек, поешь, накормила, и внук умер. Добро она сделала, бабка, или зло? По-человечески, конечно, ну как голодного ребенка не накормить-то? Жалко же. Да бабка, наверное, знала, что после операции любому человеку противопоказано что-то есть. Человека еще после наркоза. Как можно есть вообще? Даже его воду не надо пить, потому что рвота сразу идет. Ну вот она пожалела внучка, он же просил голодный. Нам иногда кажется, что хочешь, есть такая поговорка, хочешь как лучше, получается как всегда. Как-то я слышала в лекциях Геннадия Фаста, когда человек хочет сделать для кого-то как лучше, да, без того, что спросить. Вот там в лестнице Иоанна Лесниненко рассказывала, что это наоборот от лукавого такие мысли. Вот пример есть, Игнатий Тихонович, там потерять, когда был Сергей Игнатов, он ему говорил, там, запущай лампочку или там, поставь белье, он поставь, так, закрой парники, да. Он сделал наоборот, думал, как лучше. Так он ему начал учиться и говорить, почему ты так сделал. А это я потом в лекции Геннадия Фаста прослушала. Он говорит, что вот не всегда то, что ты хочешь сделать лучше, да, ты не спрашиваешь, без разрешения вот это самоволие делаешь, свою волю, как тебе хочется лучше. То есть это от лукавого мысли. Самость. Нет, самость это одно, а это другое. Это ты хочешь сделать лучше человеку. Вот Игнатий Тихонович спросит, не стирайте там шторки, или, допустим, я скажу мужу, но не соли ты пищу, а он все равно чуть посолит, да, специально, или еще что-то. Это не самость, это твое желание, как бы, а ты не знаешь, желание оно, от Бога ли или не от Бога. То есть нужно делать так, как просит человек, тогда это будет от Бога. А если ты хочешь что-то подправить, как вот Моисей подправил Слово Божие, и что Господь. Или там Господь сказал, всех убейте, когда захватили они там, и скотину, и... Да, это в книге Соти, они же не убили этих язычников, которые Господь и говорил, а потом эти же язычники их гнобили годами. А они же, да... Да, потому что вы их не истребили, говорит, теперь они будут жить с вами. Господь говорит, не поклоняйтесь богам и идолам, и дочерей не давайте за них. Они все сделали наоборот, как хотелось лучше им. Но они же хотели как лучше, животных оставили, думали, жертву Богу принесем. Бог говорит, убейте, а мы тебе в жертву принесем, но так же лучше. Да мне надо как лучше, мне надо как бояться от лица Бога, мне надо так, как я сказал вам. Чем вы вот в своей воле-то? Вот это получается, что противление. То есть Бог говорит одно, а дух лукавый противится. А я по-своему хочу. Так же лучше, это действительно лукавство. Ты лучше не сделаешь... Абрама Господь говорит, выдавай дочерей своих за других, да, вот весь еврейский народ, да, у них есть пророки, они читают Слово Божье, да. Зачем своих дочерей выдавать за язычников? Это как у нас сейчас православные, допустим, но православная общинка, да, кто-то полюбил там мальчика-мусульманина. Зачем дочку выдавать за мусульманина? Если все верующие, есть братья верующие, зачем? Он спрашивается, потому что она полюбила его. Вот это и есть свое. Тебе так хочешь, а не как Господь говорил. Да. Вот Григорий Амельицкий, там в конце, когда его житя, он говорил, он сказал этим обращенным евреям, которые стали христиане, чтобы они выдавали своих этих обращенных евреев за своих, чтобы потом дети их не забыли, вот это вот научение Слову Божьему. И потом они все равно начали опять выходить за евреев, не обращенных в христианство. Да, мне вот странно слышать, как это раньше, да и... Я не знаю, сейчас такое есть, что жених и невеста вообще не знали друг друга. Они на свадьбе, считай, только познакомились, родители уже за них все решили. Сегодня, так скажем, это не современно. Но это воля родителей. И дети, которые покорились, это воля родителей, жили счастливо. Без любви замуж выходили, как говорится, стерпятся, слюбятся и по десять любви. И, да, родители мудрее относились к этому, правильно Сергей заметил. А молодежь-то она что, она ищет-то глазами, а не сердцем. Глаза понравились, и голубые, и все, и женился, и на скорую руку, на долгую руку. А за этими голубыми глазами омут, в котором черти водятся. Никто не выдаст приличную девушку за шалопая. Да, хорошо, что у мусульман свахи есть, которые знают с пеленок. Так, а у нас, да, семьи крепкие. Так, ну что, на сегодня, наверное, закончим. Давайте помолимся. Достойно есть якова истину, блажит и тя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Ерофим, Без истления Богослова родшую, Сущую Богородицу тебя величаем. И молись, сестра Анталия. Отец Небесный, любящий Господь Бог, Его Ваоочий, Иисуса Христа, прошу Тебя, Исполни нас Духом Твоим Святым. Даруй нам противодительство Духом Святым, Чтобы мы были, Так как написано в Писании, Детьми Божьими. Господи, пошли проповедников по всему миру, Жатвы много, а делатели мало. Вызови делателей на жатву. Обрати, Тимбурнослив, Тимофея Хабрати, Господи. Все братья и сестер во Христе, Сохрани, Исцели глаза Отца Игнатия, Священника Иоакима, Даруй много лета, И пошли, Господи, Священника и с любовью на воле Твоей Святой. Даруй, Господи, нам страх Божий, Избави наши уста от лжи. Бехвала, слава, честь и поклонение Отец, Сын и Дух Святой, Непрестный в обеки веков. Аминь. И всех присутствующих на этом занятии сегодня благослови Господу и пошли в благодать Святого Духа, чтобы и они были все исполнены Духом Твоим, Святым. Аминь. 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 Благодарю за занятия. Слава, Господи. Спасибо, Господи.